Сегодня в художественном музее картины не самые обычные. Житель Новомичуринска сразу узнает привычные пейзажи. Это ГРЭС, причем во время его строительства. Еще молодого художника, автора выставки Валентина Чавкина, отправили в командировку на строительство нового объекта. И в течение 15 лет он изображал, как растет станция. Цельность творчества Валентина Дмитриевича очень высокая. И цельность экспозиции существует. Она достигнута, не напрягаясь, потому что он узнавал на каждой своей работе. И если не всматриваться в наполнение фактической работы, то выставка по пятнам, по экспозиции, она очень ценна при этом. Выставка под названием «Энергия творчества» Валентина Чавкина открылась на юбилей художника. Что примечательно, совсем недавно был юбилей другой значимой фигуры для Рязани – поэта Сергея Есенина. Дело в том, что он тоже стал важной частью творчества художника. Стоило не Рязанцу Валентину Чавкину в 60-м прочитать стихи реабилитированного поэта, как он сразу влюбился в его работы. И, например, появилась необычная картина с Сергеем Есениным, где он изображается в зеркале. Это самое зеркало стояло у художника Валентина Чавкина в мастерской. Я когда бегаю из комнаты, там кто-то мелькает, мелькает, думаю, а может быть ко мне Есенин явился? Опять тема так же. Я сделал именно в зеркале Есенина, у него на фоне крылья. Он как появился, он влетел, так же и улетит, так же он и исчезнет. На выставке Валентина Чавкина «Энергия творчества» представлены работы художника разных лет. Преимущественно здесь целая серия, связанная с Новомичуринским ГРЭС и с Сергеем Есениным. Увидеть картины заслуженного художника может любой рязанец в художественном музее имени Пожалостина. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».